С нами на связи Игорь Семиволос, директор Центра Ближневосточных Исследований. Игорь Николаевич, рады видеть вас в эфире телеканала Freedom. Доброе утро. Доброе утро, да. Вот смотрите, Игорь Николаевич, мы тут, знаете, вот тут очень много информации предоставили. Сейчас с вашей помощью будем, знаете, пытаться разобраться, а вот каким образом в дальнейшем эта ситуация может развиваться. В частности, я хотел бы в целом у вас просить получить от вас оценку того подхода, который сейчас использует Америка для того, чтобы совладать с разными планами Ирана. Официального Тегерана, да, и по поводу вот этого шантажа или террора в Армузском проливе, да, когда они захватывают или нападают на суда перевозящие разные товары. Ну, в частности, мы говорим о нефтепродуктах, о нефте и так далее. Ну, и те истории, которые касаются ядерной программы Ирана. Понятное дело, тут как раз и завязывается история с беспилотниками, поскольку для Соединенных Штатов Америки, ну, важно понимать, что тут Иран также будет как-то сворачивать свое сотрудничество с кремлевским режимом. Да, действительно, здесь возникает дилемма для американцев, и есть только, ну, условно говоря, два пути. Первый путь – это сдерживание, второй путь – это пресечение. Мы прекрасно, ну, прекрасно понятно, что по состоянию на сейчас американцы не хотят открывать новый фронт на Ближнем Востоке, поскольку этот фронт, несомненно, будет намного сложнее, чем даже война в Ираке, и поэтому альтернативы по состоянию на сегодня политики сдерживания нет. Это означает, что необходимо все-таки договариваться. Договариваться, но при этом усиливать давление и демонстрировать готовность в случае необходимости нанести удар или же обеспечить безопасность от иранских посягательств. Здесь важно отметить, что усиление американской присутствия в этом регионе связано также с беспокойством, которое выражают американские союзники, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, Израиль. Да, действительно, мы уже упоминали о фактах нападения иранских беспилотников и катеров на транспортные средства, на корабли, которые проходят в этом регионе. И вот это такой сигнал, что американцы не бросают своих союзников, они помнят и знают о их потребностях и содействуют, соответственно, исходя из тех обстоятельств, которые есть. С другой стороны, мы знаем стратегию администрации президента Байдена, которая была, собственно, озвучена сразу после прихода его в Белый дом, о необходимости возобновления переговоров с иранцами о недопущении развития ядерной программы создания атомной бомбы. Потому что, собственно, ключевая проблема заключается в том, что когда Иран создаст эту бомбу, то уже альтернативных путей решения не будет. Необходимо будет тогда принимать какие-то физические воздействия, что, опять-таки, я повторяюсь, чревато большой войной на Ближнем Востоке. И американцы пытаются таким образом минимизировать риски, которые есть. Вот это суть американской политики на Ближнем Востоке сейчас. И я думаю, навряд ли она изменится в ближайшее время, если, конечно, не произойдут какие-то экстраординарные события, которые, по сути дела, могут радикально изменить ситуацию, то есть фактически смести всю шахматную доску. Ну, если немного так отступить от глобальных интересов, это, конечно же, имеется в виду ядерная программа, которая стремится Иран развивать. Ну и, конечно же, то, что США этому противится. И, в принципе, для баланса ядерного оружия это недопустимо, как считают во всем мире. И вот давайте обратим внимание на этот узкий, стратегически важный пролив. Я имею в виду Армузский пролив. И интересы Ирана, почему они, в принципе, постоянно, с какой, как правило, целью захватывают суда. Вот, как американские военные заявили, что за последние два года Иран захватил или попытался захватить около 20 судов, входивших в регионе под иностранными флагами. Вот, как вы считаете, с какой целью? Потому что там разные истории, да, и разные суда с разным товаром, скажем так, ну, в первую очередь, это нефть. Вот, и мы понимаем, что Аманский залив, это все-таки северное побережье принадлежит Ирану, а южное, объединенное Арабским Эмиратом, ну, и там полуанклаву Аман, кроме США, получается, никто не может повлиять, да? Почему Эмираты не реагируют на то, что совершает Иран, скажем так, с захватыванием судов? Нет, кроме США, больше никто не может, в общем, реалистично повлиять на эту ситуацию, то есть, с проблемами безопасности, и другие арабские страны, ну, в значительной степени, скорее опасаются Ирана и пытаются всячески избежать конфронтации, чем готовы там отстаивать свою позицию. Естественно, конечно, декларативно они на различных международных площадках заявляют о своих требованиях, в том числе, вы знаете, о спорных территориях, на островах, которые были захвачены в свое время Ираном, и территориальный конфликт, который существует между Объединенными Арабскими Эмиратами и Ираном, но объективно воздействовать на Иран они не могут. И даже Саудовская Аравия, несмотря на всю свою мощность, на все свои ресурсы, точно так же пребывает сейчас в крайне затруднительном положении с точки зрения возможной конфронтации, и скорее прилагает усилия для того, чтобы минимизировать такую конфронтацию, то есть, вот известный переговорный процесс, который был запущен ранее, затем в этот процесс включился Пекин и поставил последнюю точку, то есть, простимулировав восстановление дипломатических отношений. Все это часть, условно говоря, запутанного достаточно клубка отношений в этом регионе, вот этих всех экспансионистских представлений Ирана о своей безопасности. И когда мы говорим о нападениях на эти суда, то Иран, он же как бы аргументирует это, что он делает это в ответ на агрессивные действия. И его постоянная риторика заключается в том, что они категорически против присутствия в регионе американцев, и что, мол, Иран сам самостоятельно может обеспечить безопасность транспортировки нефти и других товаров через Армудский залив и, собственно, пролив, и вообще регионам Персидского залива, Красного моря и Индийского океана. Игорь Николаевич, скажите, вот если говорить о подходе, вы уже отметили, что, по сути, политики сдерживания альтернатив нет. Но так ли это на самом деле? Поскольку, знаете, вот когда и Фанашил Таймс описывал эту историю и брал комментарии у разных экспертов, у разных представителей, то там отмечали, что вот разблокировать доступ к 6 миллиардам долларов, понятно, что они в Катаре эту историю размещают, чтобы был доступ, чтобы можно было проконтролировать, как, возможно, эти деньги используются и так далее. Но другие комментаторы вспоминают историю с Трампом, который вот просто взял так и одним махом выходил, да, вот из ядерной сделки, таким образом показывая Ирану, что вот Соединенные Штаты Америки могут действовать и жестко. Не слишком ли мягок подход администрации Байдена к решению этой иранской проблемы? Ну, проблема Трампа в том, что он, конечно, может действовать, рубать с плеча, но результат, давайте посмотрим результат, то есть был ли результат таким, что удовлетворяет, как бы, ту же самую администрацию, я не вижу этого результата. Более того, в результате таких достаточно односторонних и авантюристских методов, по сути, там, американцы испортили отношения с Европой. И Трамп прилагал, Байден прилагал огромные усилия для того, чтобы восстановить доверие. И это было, в конечном итоге, восстановление переговорного процесса с Ираном было одной из условий вот этого восстановления партнерских отношений с Европой, которые были значительно ухудшены после Трампа. То есть, политика Трампа, это все-таки волюнтаризм, причем достаточно, как бы, непродуманный. И он, возможно, это было принято под влиянием, условно говоря, партнеров другой страны на Ближнем Востоке, которые, как бы, как известно, Израиль активно настаивал на прекращении любых переговоров и любых сделок с Ираном. И, собственно, вполне предполагаю, что, собственно, это было сделано под влиянием Тель-Авива. Но это, наверное, не очень правильное стратегическое решение было принято. Ну и также давайте не забывайте об Украине, поскольку по сообщению Financial Times Вашингтон также добивается от республики прекращения продажи Москве вооруженных беспилотников, которые российские войска жестко используют в войне против Украины. Ну и взамен США могут закрыть глаза на экспорт иранской нефти, которая сдерживается санкциями. Тут еще тоже стоит отметить, что Тегеран, якобы, по утверждению иранцев, якобы не разу обращался в Москву с просьбой прекратить использование дрона в войне. Но вот Вашингтон хочет, конечно же, более конкретных шагов. И вот насколько это будет интересно и выгодно Ирану на обмен нефти, снятие санкций и не распространение, не продажи далее беспилотников. Потому что мы понимаем, что где-то что-то интересное предлагает Российская Федерация, и это касается наверняка ядерной программы. Вы знаете, я вот дополню предыдущий ответ. Я хочу сказать, что соглашение Обамы было ошибкой. Но Трампа, выход Трампа в том формате, это тоже еще большая ошибка. То есть это как бы вот, которая характеризует, собственно, ситуацию на Ближнем Востоке. Теперь, что касается шахедев. Проблема заключается в том, что иранцы отказываются признавать, что они поставляют. То есть при всех очевидных доказательствах, которые, кажется, сейчас уже убеждают самого большого скептика, иранцы упорно отказываются признавать факт поставки шахедов. Ну, конечно, если речь не идет о тех шахедах, которые якобы они поставили еще до начала войны, это, конечно же, бред, конечно же, это вранье. Но это дает иранцам такую маржу или пространство для маневра. Как бы в любой момент отказаться вообще обсуждать эту тему. Они пытаются вывести вообще эту тему из публичного пространства. И если, конечно же, обсуждение происходит определенное, то происходит оно где-то в куларах. И категорически, иран категорически отрицает свое участие в войне. Это проблема. Это проблема, тем более, что сейчас они, конечно, не пытаются перенести все производство, большую часть производства в Россию. И сейчас это будет на уровне сборки, а затем, ну, вполне возможно, что уже полноценно будет собираться. Это, по крайней мере, таким образом Иран попытается вывести себя из-под дальнейших ударов. А потом он скажет, ну, смотрите, это же все российские дроны, мы тут ни при чем. То есть, в этом плане очень много таких проблемных вопросов, на которых нет ответа. То есть, четкого решения быть не может. То есть, если американцы говорят о том, что вот мы надавим на Иран, чтобы Иран не поставлял дроны, Иран говорит, так, мы не поставляем дроны. Вот ее проблема. И, ну, как, я, честно говоря, не представляю, как можно решить эту проблему в отношениях с страной, которая регулярно врет и, в общем-то, не краснеет. Ну, смотрите, Игорь Николаевич, знаете, вот, вспоминая, по-моему, Леонид Данилович Кучма в свое время как-то говорил на одной, по-моему, пресс-конференции или там брифинга, что так це вже ж десь було. Понимаете? Ну, да, да, конечно. Ну, понимаете, это же вот как та же самая история с Российской Федерацией. Нас там нет, мы ничего не делали, вы смотрите, где наши руки. Ну, так же ж не будет, так нельзя, потому что, ну, нужно что-то с этим делать. Да, а Иран уже, говоря о том, что мы тут ни при чем, а ему и не нужно быть при чем. Россия сама сейчас у себя там в Елабоге будет развивать эту историю с беспилотниками. Да, нельзя было раньше. Или каким образом можно все-таки дальше надавить? Игорь Николаевич, есть возможности или усилить санкционное давление? Вот каким образом здесь у нас остается хоть какой-то, знаете, простор для возможных вариантов? Где еще можно было бы поработать? Я бы, наверное, там бы для успокоения украинской публики сказал, что есть варианты, но я, честно говоря, не вижу. Не смогу, не смогу. Не, ну, понятно, что история все-таки сложная, да, и вы уже сказали о том, что, как бы, Соединенные Штаты Америки еще, ну, не хотели бы открывать определенный фронт. Ну, как вы считаете, да, если бы вы делали ставку на то, что эта политика сдерживания и давления сработает, сколько бы вы поставили процентов на то, что эта история сыграет? Она каким-то образом сыграет, то есть нельзя сказать, что эти усилия просто идут в гудок. Нет, собственно, я бы дал, ну, давайте так, от 40 до 60 процентов, что определенные усилия приведут к тому, что Иран будет вынужден прислушиваться. Но это же, как всегда, известна проблема полупустого стакана, да. Это же, собственно, или он наполовину полен, или наполовину пуст. То есть это, в этом плане нельзя быть до конца уверенным, что эти усилия сработают. А тут должны быть, ну, как бы усилия, направленные в двустороннюю. То есть, с одной стороны, Украина и ее партнеры должны усиливать противовоздушную оборону и противоракетную. Соответственно, необходимо с украинской стороны нам, то есть, другими словами, создавать новые виды вооружений и новые виды дронов, которые могли бы создать альтернативу и уравновесить наши шансы с Москвой. Ну, и, соответственно, продолжать давить на Иран. Вот комплексные меры могут сработать лучше, чем если просто давить на Иран. У нас буквально минутка, Игорь Николаевич. А тут можно как-то вот взаимодействие и в связке, я не знаю, там с Китайской Народной Республикой как-то, да, вот выйти на переговорный трек, который позволит и США определенным образом, знаете, ну, решить этот вопрос? Если не полностью, то хотя бы те истории, которые связаны с сотрудничеством между Тегераном и Москвой, да, против Украины, ну, и, в частности, истории, которые связаны с развитием ядерной программы. По моим данным, вообще, как бы, создание реальных возможностей для производства дронов Шахет были созданы Китаем в Иране. Поэтому, извините. Короткий, короткий ответ, короткий вопрос. Спасибо вам большое за разговор, Игорь Николаевич, как всегда, с толком, расстановкой и по делу. Благодарим. Игорь Семиволос, директор Центра ближневосночных исследований, был с нами на связи.